В столице Чувашии прошло заседание Большого Совета Чувашского Национального Конгресса. Итоги деятельности за прошедший год и задачи на этот – его основная тема. В республике проводится большая работа по укреплению межнационального согласия и развитию межрегиональных культурных связей между субъектами России. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии Константин Яковлев рассказал о том, что в республике немало средств направляют на реконструкцию строительства сельских клубов. Он отметил, что чувашская культура активно продвигается в Крыму, Мурманске, Москве и Тюмени. Не исключение Санкт-Петербург. Чувашская автономия только за последний год провела более 80 мероприятий. В городе на Неве даже появилась чувашская молодежная организация. Большую работу мы проводим для того, чтобы обычаями, традициями чувашских старинных ознакомить другие народности. В Санкт-Петербурге это более 140 народностей, которые видят. И хотим, конечно, действительно, чтобы они узнавали чувашей. Поэтому мы на чувашском поем, на чувашском танцуем, на чувашской одежде ходим. Чувашский язык изучают в разных регионах страны. В Ульяновске наш родной язык преподают почти в ста школах. В этом году открываем Ульяновске в гимназии номер один, где учился Ленин. Как предмет с апреля месяца будут изучать наши чувашские дети свой родной язык. Сохранили две школы в этом году. Это Старые Кулатки, где единственное чувашское поселение. И в Маинском районе, в селе Черекеево. На Ульяновском телевидении даже есть программа на чувашском языке. Кстати, вполне возможно, эти передачи вскоре смогут увидеть и зрители национального телевидения «Чуваши». Юлия Важенина, Александр Магарин, Андрей Спиридонов, Республика.